Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну вот, последний новостной ролик сегодня, да. Первое, я начинаю с серпом по телеграм-каналу. Очень броское название «Бесстыдство». И вот он, в общем, объясняет, что значит действительно уход с поста президента, устроенный Баем Назарбаевым, уход с поста президента, в кавычках, по «бесстыдству» напоминает лишь рокировку Путин-Медведев, Путин в России, или воцарение хана Алиева-младшего на место хана Алиева-старшего в Азербайджане. Ну, в общем, получается так, что никуда он не ушёл, и всё, он там остался. Одно и то же в России, Казахстане, Туркмении, Таджикистане, Азербайджане, Белоруссии. Где сейчас был бы Путин сохранить СССР? Давно ушёл бы на пенсию с поста помощника ректора Питерского университета, смотрел бы по выходным щит и меч, ездил на рыбалку на электричке, пил пиво с мужиками во дворе, да? Ну и так далее. Примерно то же самое с остальными несменяемыми лидерами, кого, значит, геополитическая катастрофа сделала хозяевами жизни. Вот такие дела. И дальше вообще ураганная фраза. Практически везде на постсоветском пространстве, нежелающим стать частью западного мира, во власти одно и то же. Мерзкая, воровская рептилия, родившаяся из раздавленного советского яйца. Так что, ребята, никуда он не уходил. Он как был на месте, так и есть. И так он по-прежнему правит с Казахстаном. В Госдепе США ведётся подробная работа против Трампа. Давно пора. Нужны подробники-то, а? Написали бы. Такое предположение сделал корреспондент телеканала Fox News Кэтрин Хэридж. Да-да-да-да. Ранее сообщалось, что отшутившиеся об импичменте Трампа спикеру палаты представители США Нэнси Пелоси не поверили. Но она тогда сказала, что не, не надо. Не надо, пускай сидит. Посмотрим. Главаря Тамбовской ОПГ Барсукова, а почему не Путина? Барсуков? Ну, это какая-то, это какой-то двойник или тройник, или даже удлинитель. Приговорили к 24-м годам колонии строгого режима. Главного надо было ловить. Главного. Ну, это вот на 24. Признал, суд Петербурга признал Владимир Барсукова отцом Тамбовского сообщества. Ну, тогда Путин дедушка. Ладно, хорошо, дедушек не трогают. Апелляционный суд. Что-то одни суды сегодня. В Гааге приговорил Радавана Караджича к пожизненному заключению. Бывший лидер боснистий сербов. Ему 73 года. Сначала ему вынесли 40 лет тюремного заключения, но решили, что слишком мягко. Ему 73. Да-да-да-да. Ну, в общем, так и будет сидеть. А на Эхо Москвы тем временем реальные знакомства, анкеты настоящих девушек. Постоянно. Постоянно. Одно и то же, да. Ха. Ну, это, да. Вот тут один сразу пишет. Товарищ Пригожин, прекратите свою Содомскую рекламу. Что вы в Кремле друг дружке гудок прочищаете? Мы не хотим знать. А правда, вот сейчас на Эхе Москвы постоянно вот такая реклама. Вот такая какая-то порнография. Странно. Умер народный артист России Анатолий Адоскин. Ну, вот он даже старенький, а я его узнаю. Знаете кто? Знаете. Сыграл более 60 ролей в кино. Он появлялся в таких фильмах, как... У него маленькие роли всегда. Девчата, братья Карамазовы, Москва, Кассиопея, Два капитана, Дальше тишина. Слушайте, он играл «Семь стариков, одна девушка». Помните эту фразу знаменитую? Вон, женщины уже в волейбол играют. Вот это Адоскин. Ну, он пожил хорошо, он родился в 27-м году. Вот такие дела. Терену жалко. 91 год. Почина смерти не уточняется. Украина ввела новые санкции против России. Да давно пора ещё. А против чего тут? Чего-то тут ещё. Дополнительные персональные санкции. А, те, которые были причастны к инциденту в Черченском проливе. Раз. Участвовали в строительстве Крымского моста. Два. Проведение выборов в самопровозглашённых республиках Донбасса. Три, и четыре, и пять, и шесть, и всё такое прочее. Всего в санкционном списке значится 848 человек и 294 юридических лица. И вот интересно, по техническим причинам Украина прекратила санкции в отношении 8 российских юрлиц. Я думаю, что ж такое? Оказывается, они прекратили своё существование, прекратили хозяйственную деятельность. Ну, тоже польза, хоть понемножку, да и надо. Вот Антон Орех. Слушайте, ребят, я вчера говорил про город Владимир, да? Вот. И Антон Орех тоже сегодня пишет, что неплохо бы это. Ну, вот столицу Казахстана переименуют в Нур-Султан. Вот. И он, значит, говорит, а что в Москве-то, в Москве, в России-то? Неужели нам придётся переименовать в честь Путина Москву или его родной Питер? Впрочем, хороший выход имеется в этой ситуации. Мы переименуем в честь Владимира Путина город Владимир. Был Владимир, будет Владимир. Просто мы точно будем знать, что тысячелетний город называется в честь человека, при котором мы проживём всю жизнь. Ой, концовка нехорошая. Я надеюсь дожить. Когда он уйдёт. На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника. Ну, надо же. Втроём они туда полезли, избили этого охранника, и взяли они там сколько-то, 56 тысяч долларов. И, в общем, полиция. Полиция нашла семерых подозреваемых, четверым удалось скрыться на машине, оставшиеся стали стрелять, одного арестовали, двух убили. Все нападавшие были российскими гражданами. Сколько дерьма от России? По всему миру уже, а? По всему миру. Чтобы американцы грабили какой-нибудь русский музей, да трогать такого не было. А эти? Уже нечего в России грабить. Трамп предложил сменить главу управления гражданской авиации США. Ну, вот он умеет, только увольнять. Вы помните, у него же было это на телевидении передачи. Файрат, файрат, уволен, уволен. Вот он только умеет вот такие вещи делать, ещё кольсоваться со своей женой перед камерой. Всё. Господи, это мой президент. Трамп встретится с Нетаньяху в Белом доме 25 марта. Я думаю, разговор будет серьёзный. А может и нет. Ну, Нетаньяху сразу поймёт, с кем он говорит. Я больше, чем уверен. Присяжные в США признали средство от сорняков, вызывающим рак. Средство Roundup немецкой компании Bayer вызывает онкологические заболевания. А я, знаете, что вспомнил? Ну, вроде эта новость так не очень, да, но... Я вспомнил, как нас гоняли на посевную, ещё я в студентах был. И там зерно травили какой-то голубой гадостью. Нам даже маски не выдавали. Вот так мы и дышали вот этим всем. Студенты, а, чёрт с вами, вы один день, а мы здесь всю жизнь работаем, работаем. Активисты движения СЕРП установили над гроби с портретом участника акции «Бессрочный протест». Помните, молодёжь, да? Возле его дома. И ничего им не будет. И написали, что это СЕРП. Да, им за это ничего не бывает. И зелёнкой обливать, и нечистотами. Это всё путинские. Ну, вот ещё тоже. Темнокожий волейболист питерского «Зенита» забрал дочь из балетной школы из-за российского отношения. Что интересно, не дети даже, а родители не пускали детей с ней заниматься. Вы можете себе представить такую гадость, а? И это какой, говорит, а? Город Москва, да? Нет, Санкт-Петербург. В Питере. Раньше была культурная столица, а сейчас? Плюнуть и растереть. Вот всё, что осталось от Питера. Ну, ладно. Не переживайте. До свидания. Доктор Влад с вами.